так это что как понимать считать что нам повезло о кстати где у нас удар это вход в подземелья в какой-то я не думаю что сейчас нам стоит сюда соваться всяком случае можно если что это сделать и попозже твоя плотва плотва у него лошадь отличная кликуха она точно не скачет а плавает блин везде висельники разойдите съемые шевелись плотва а вот и замок похоже отлично так а вон еще где у нас этот кстати тоже неплохо и наносит урон огнем еще один или два тушки обоих сжег отличие значит тут сокровища где то есть сейчас мы соберем шкурки с волков я думаю они нам могут пригодится да вот смотрите что-то под лошадью прям непонятно и тут взять все что-то мы чувствуем но нам сейчас нужно гарнизон тем более мы почти что прибыли но тренировка полным ходом плотва и жди здесь слышал об ригане в риге это военный лагерь местным вход только по разрешению командира гарнизона я похож на местную ты похож на того кто ищет неприятностей наоборот я от них избавляю я ведьмак ведьмак капитан петерсар гвинлеве сейчас в башне за воротами направо надо полагать у капитана есть ко мне дело это армия нордлинг здесь не спрашивают в башню суровый тип классный у тебя шлем в нем и кашу приготовить можно если чё так давайте двигать башню ремесленники ремесленники могут изготовить для вас самые разнообразные предметы конечно не совсем бесплатно пароль не знаю никакого пароля и значит вы здесь просто так ходите интересно зачем имперские мечи считать в армии таких на эшафот отправляют таких которые торгуют казенным имуществом вижу в товарах вы понимаете так может что прикупите ну давайте посмотрим покажи мне свой товар да жирно тут у него мечи всякие урон плюс 6 проволока ремешки нам пока на самом деле даже не знаю покупать ничего не нужно потому что мы еще не знаем что нам нужно делать бывай улучшение оружия ну-ка а он видите баф появился оружие улучшено 14 минут так сколько деревня даст зерна сколько скажете ваше превосходительство посмотри на мои руки на смотри мозоли видишь какое я тебе ваше превосходительство крестьянин я так и давай говорить как мужик с мужиком сколько сможете дать сорок корцов было и больше только наши то есть темерцы раньше уже забрали и дадите 30 уже хорошо ну по рукам скоро жду транспорт благодарю покорнейше благодарю кроме старосты я вызывал только кузнеца вилле краснолюда ты для него высоковат логики тебе не откажешь геральт из ривии ведьмак ватгерн понятно почему я не слышал шагов чего надо я нефер из венгерберга куда она поехала это военная тайна все еще не выставил меня за дверь не позвал караул значит у тебя есть предложение тут в окрестностях завелся грифон убей его тогда посмотрим что можно сделать по рукам но прежде чем я начну пара вопросов ты знаешь где у грифона логово сперва он держался возле лисьего бора я послал туда патруль пятерых молодых ребят два дня спустя их нашел охотник я бы их не узнал если б не бляхи с тех пор грифон нападает где попало в деревне на полях на тракте значит он бросил логово придется ставить ловушку ну судя по твоему тону это будет непросто чего тебе нужно для приманки мне нужна одна травка крушина грифон почует ее запах за десять миль кру крушина впервые слышу а я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем да наверно сперва ты выучил основные выражения руки вверх вздернуть нет сперва были поговорки например не играй с огнем загляни к тамире это травница живет на распутье она тебе поможет мне нужно больше сведений об этой твари какого она пола почему бросила логово может тебя очевидцев привести они скажут не больше того что я уже знаю надо осмотреть место где погибли твои люди как звали охотника который их нашел мыслов у него хата к югу от деревни у самого леса полезный человек хотя и странный странный тамира и мыслов спасибо эзон яхтон активная задача ну понятно что мы можем отслеживать несколько задач ты же этого не видел да ну и хорошо так нам нужно теперь добраться до охотника что у нас тут но к сожалению в другую сторону поэтому когда сюда будем заскакивать может и посмотрим что там а пока что бегом на задание быстрый переход прям геральт так задумчиво посмотрел на этот столб указательный так это что у нас бестия из белого сада тут еще какое-то задание от доска объявлений и а это похоже где-то травница где-то охотник охотник где-то должен быть ну ладно давайте сначала наверное сюда так замечательно и кто у нас тут ближе охотник похоже эй коняка плотвичка поехали к охотнику давай еще разберемся что там произошло банан сожрать отдохни проехали вот мы и на месте есть кто наверное на охоту ушел нам нужно выследить его смотрите следы следы свежие мы слов только что вышел еще тепленький говоришь ну погнали по следам значит вот и он и мы слов слышишь волки хотя нет дикие собаки да они опаснее волков собаки опаснее волков не преувеличивай говорю как есть знаете почему нет но чувствую что сейчас узнаю потому что волки охотятся чтобы утолить голод а дикие собаки убивают для забавы совсем как люди да многому они от нас научились так почему бы и не жестокости я собираюсь на охоту где-то нашел нильфгаарцев которых убил грифон а понял вы ведьмак убийца чудовищ это вас в деревне говорят а я вам покажу дорогу конечно но собак надо перебить пока они ни на кого не напали поможете если вам не жаль тупить об них серебряные мечи стало быть почему бы и нет грифон не убежит а вот собаки могут так что ступайте осторожнее давно у вас неприятности с этими псами с начала войны как солдаты через деревню идут бабу изнасилуют да задушат мужика убьют для забавы корову на мясо а дворнягу разве что пнут походя но избиваются эти шавки в стае голодные исхудавшие все в струбьях а подыхать не хотят потому умные умнее даже чем лисы и страх как озлобленный на людей ну ты загнул поздно они уже на кого-то напали так используем щит и огонь пожалуй ты какая красотка а оу е так еще где-то да да ну и чё это дитер знаешь его мы вместе служили у помещика там где сейчас войско стоит он был конюшем а я охотником при барине но это было до того давно это было до того как что до того как меня выгнали из деревни что ты такого сделал ничего я выродок простите не хочу я об этом говорить я тоже выродок да но другого рода если это ликантропия я могу помочь что ликантропия волколачество я уже помогал в таких делах обычно это простые проклятия которые сын помещика флориан и я любили друг друга дитер застал нас на конюшнях меня выгнали а флориан повесился барин начал пить имение пришло в упадок вот и вся история не очень жаль что было то прошло мы шли не львгардцев смотреть пойдем ликантропия не подходи ко мне сзади что-нибудь об этом немного это зверь не для меня зато ты для него в самый раз поэтому полюбопытство бы я по лесу тихо хожу так что даже грифон не приметь знаем мы зачем тебя тихо по лесу ходить на мужиков небось нападаешь так у нас скоро будет ночь а ночью выбираются всякие твари и кажется пришли это здесь один лежал там у пенька без головы второй висел на ветке кишки у него свисали аж до и берегите себя я справлюсь это не первый грифон с которым я имею дело вероятно не последний хорошо если так будьте здоровы и тебе не хворать мужик ильгарцы здесь что-то отмечали но грифон их прервал земля черная от запекшейся крови так чё здесь еще лагерь где-то еще дикая собака слышите интересно но нам нужно здесь обыскать сначала так я что-то не пойму что-то похоже мы не нашли так понятно вот они следы давнишние они глубже солдаты в доспехах наверное не льгарцы интересно все таки это мы монстра получается можем слышать ну да 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 это звуки от них жирненько так идем после дан блин такое ощущаешь где-то прям рядом уступы прыгает через широкий провал зажмите b чтобы ухватиться за край ну нам даже о ммм вы смотрите можно взять но пчелы то наверно нам не дадут просто так это сделать да да вот так не до высоты гнездо грифона точнее то что у него осталось о о тело пролежало несколько недель он был еще жив когда грифон его сюда принес и долго умирал да кости корове собачьи человеческие вот это тварь вот это тварь так за несколько месяцев самка личинки в ранах уже вылупились значит она мертва по крайней мере неделю выходит второй грифон самец а глубокие колотые раны по всему телу она когтях и клювине следа крови она не защищалась должно быть ее застали врасплох пока она спала края клювы стерты в подшерстке седые волосы и было лет десять-двенадцать грифона находит пару в молодости и так на всю жизнь значит самец примерно того же возраста а жесткая ость густое оперение королевский грифон это объясняет почему самец которого я встретил был так агрессивен сперва он напал на нервгарцев здесь в лесу а потом начал рыскать по всей округе что-то мне кажется что он все было несколько иначе подготовка к бою нельзя недооценивать противника это правило лежит в основе ведьмачьего кодекса и не без причины окей так мы сейчас все здесь хорошенько обыщем и только после этого двинемся дальше так что взяли еще денежка мне кажется что вот этот начальник гарнизона отправил своих солдат уничтожить грифона они одного завалили а один теперь мстит можно сказать всей деревне так где-то у нас тут был фонарный столб этот да вот он а еще с этой стороны не работает неправильный столб так нам нужно теперь к травнице попасть о супер так травнице говорят женщины севера моются раз в три месяца это правда не очень радостная новость травница здесь что за дома сзади давайте-ка сходим глянем не понял рука и ничем не подсвеченная это странно а вон они смотрите твари какие-то так нам нужен щит да не знаю огонь может быть а куда пошли нападайте надеюсь их только три а 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 понравился и вообще-то только что был закат что за бред то есть мы сутки здесь сражались смотрите тут есть торговец и еще какой-то значок знаешь ведьмак про тебя всякое болтает а я вот не забыл и верствует покажи свои товары давай давай выкладывай одуванчик чистое серебро корень мандагоры мыши хвост паутинник листья собачьей петрушки бутылка воды лепестки белого мирта да так так бутылка воды по моему долго восстанавливала хотя тут 001 длительность 20 секунд ладно не будем ничего брать давай давай давайте к кузнецу подойдем земной поклон земной поклон это все ну ладно улучшаем вещи и двигаемся к травнице нам между прочим надо с ней побеседовать и знать где растет крушина но давай платвичка а то засолю нахрен но я площадь назвал сервелат ну все так смотрите травы полно нельзя же это все здесь оставить все таки в гости к травнице не каждый день заходишь сейчас мы все соберем ну не все а только все что плохо растет да 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 и вода нам пригодится вау я не мешаю наоборот передай-ка мне двоигрот это такой красный цветок ну ну вижу что говорю со знатоком это сильно сказано но кое-что я в травах понимаю например что двоигрот ядовит в больших дозах в маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны это все что я могу для нее сделать это грифон ее подрал ну ну да напал когда она шла ночью через лес ночью через лес в военное время на свидание бежала молодые известны из-за любви на любую глупость готовы раны затягиваются но она все равно умрет кровь у нее под черепом собирается с этим мои эликсиры ничего не сделают я мог бы попробовать ей помочь ласточка лечит внутренние кровотечения но ведьмачьи эликсиры не годятся для людей она все равно умрет да тихой смертью под действием твоих сонных трав а если я дам ей ласточку и что-то пойдет не так вся деревня будет слышать ее вой понимаю делай как знаешь здесь в округе растет крушина угу на дне реки где русло шире всего но ты же знаешь что если ее вынуть из воды то будет вонять хуже падали я на это и рассчитываю я охочусь на грифоны крушина мне нужна для приманки я вот думаю пару лет назад под мостом завелись утопцы всей деревне пришлось сбрасываться чтобы хватило на ведьмака так у кого здесь хватило денег чтобы заплатить за грифона у капитана петера сара хер узнает как то там еще а приятно знать что черные от всего сердца заботятся о нашем благе не думаю чтобы ваши дела волновали императора имгера а капитана пожалуй что волнует он порядочный малый в войске нет порядочных людей есть только приказы ты же не здешняя так много в тебе горя слишком много для того кто провел всю жизнь в хате на краю света верно а ты куда то спешишь иначе не делал бы приманки а подождал бы пока грифон снова ударит чувство у нас бы вышел интересный разговор может в следующий раз ну да ну да так а как же помочь этой девочке приготовить эликсир ласточка а че для этого надо так 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 Продолжение следует...